Всем привет! Вы на канале Apollo Games, мы продолжаем играть в Blair Witch. В прошлой серии мы кое-что не заметили, когда подбираешь видеокамеру. Тут сразу... Подожди, давай-ка мы её выберем. Так? Так, смотрите плёнки. И персонаж сразу так встаёт, чтобы нам было видно, что нам делать дальше. Нас же предупредили, что плёнки могут менять реальность. И вот на таком месте нужно остановить камеру. И мы найдём машинку. Какого хрена? Это... Секунду назад этого здесь не было, правда, дружок? А мы бродили по лесам и искали. Так, наверное, камеру-то я убрать уже могу, да? Подбираем её. Это плёнка, неужели она... Нет, не может быть. Соберись, Элис. Давай убираем её. Наверное, это Питера. Может, Буллет унюхает след? Ага, позвать... К ноге. Ну и чё ты делаешь? Чё он кругами ходит? Ты знаешь, что делать, малыш. Совсем как на тренировке. Хороший мальчик, ты был бы отличным полицейским псом, если бы не твоё упрямство. Так, вот это ещё нужно посмотреть. Внутри остатки еды. И мне больше пары дней. Наш прогресс не сохранился, то, что мы лазили по лесу, мы ещё фотки находили и всякие такие штуковины. Ну да ладно, давай идти дальше. Куда нас приведёт пёс? Так, так, так. Тут, я помню, мусор был справа, который наш персонаж постоянно забирает и говорит, что ненавижу таких людей. Малыш, что происходит? Ааа, это тот самый оберег, который нужно сломать. Странно, эту штуку... Так, лучше будет? Опять не успел прочитать. Так. Угу. Давай, беги. Куда же он нас так приведёт? Но мы в эту сторону вроде как ходили, но может быть сейчас что-то изменится. С тем, что мы нашли машинку. Да, вроде здесь мы не ходили уже. Странно. Пёс, веди дальше меня. А то я опять не хочу полчаса блуждать и ничего не находить. Были мы здесь или нет? Так, вот здесь точно не были. Ой, ё-моё. С псом вообще какие-то непонятки. Ну давай. Ё-моё, он телепортировался. Он, видимо, как-то по-крутому должен был слазить. Но он завис в воздухе. Ну, бывает. Так, и где ты? А вот, в кустах спрятался. Элис, это я! Да, Леннинг, ответь! Молодец, я иду за тобой. Надо узнать, в чём дело. Так, давай достанем рацию. Стой. Рация, вот. А не телефон. Вызов. Элис, бази. Элис, бази, меня слышно? Связь не ловит. Я слушаю. Ты слушаешь? Твою мать, Элис. Я несколько часов пытаюсь с тобой связаться. Сначала этот пацан, а теперь ты. Я только и делаю, что бегаю за каждым, кто заходит в этот проклятый лес. Где тебя черти носит? Мы спустились в ущелье, пошли на север и вышли к запрошенному лагерю. Погоди, что? Мы были в том районе и не видели никакого лагеря. Ну, вы и кепку Питера проглядели. Послушайте, мы опять идём по следу. Двигаемся на север. Ради всего святого, Элис, хватит строить из себя героя. Сядь и дождись, пока мы тебя найдём. Эммит, просто идите к лагерю, а от него на север. Я поищу какой-нибудь ориентир, чтобы вам помочь. Элис. Буду держать вас в курсе. Конец связи. Угу. Так. Ты дальше будешь меня вести? Нет? Давай. В чём дело, старина? Кто там плескается? Так. А, ещё один оберег. Так, уничтожить. Спокойно, мальчик. Бояться больше нечего. Ещё одна фотография. Ну, точнее, это не оберег, наверное, а... Как это называется? Наоборот. Короче. Давай, пошли. Так. А зачем тогда та локация, если мы должны были сразу машинку найти? Пёс, что с тобой? Ты грибов где-то нажрался? Что случилось, буллет? Ох. Свет, мать твою! Светит. Какое-то стрёмное дерево. Ну и чё там происходит? Ё-моё. Соберись, Элис. Это просто дерево. Чё лаешь? Вперёд, буллет. Так, а ещё раз мне не надо ничего сделать. А, Элис Базири. Я рядом с сухим белым деревом. Во-первых, я... Офигеть, он нашёл дерево. В лесу. Шериф, это издевательство. Я пришёл искать ребёнка, а не этого недоумка. Хватит, Спенсер. Точно, хватит. Я пошёл домой. Элис, докладывай, если что. Конец связи. Да, действительно, ориентир такой себе. Мы в каких-то галюнах, да? Подожди, пёс. Да, я за тобой пойду, но я хочу посмотреть, что здесь. Ладно, жди здесь, дружище. Это что, бункер? Вряд ли мы узнаем. А я откуда должен знать код? Ну, видимо, потом мы его где-то найдём, да? Не, ну наугад сложно. В принципе, можно было бы заморочиться и все вариации прощёлкать. Но мы пойдём дальше. Ну и что ты делаешь опять? Ладно, я знаю то, что нам нужно сюда. Пошли. Так. Ты меня дальше везти собираешься? Как-то он слишком издалека след унюхал. Ржавая тачка. Так, банки. Да уж, не это я ожидал найти в лесу. Хотя арматуру я тоже не ожидал найти. О, у него что-то в зубах. Давай сюда. Конфетная обёртка? Серьёзно? Буллик, ты способен на большее? Давай, поищи. Вот так, показывай дорогу. И стоит. Ладно. Я первый пойду, значит. Ты куда побежал? Нам не туда? Так, а, он что-то нашёл. Молодец, дружище. Так гораздо лучше. Снова красная плёнка. Посмотрим. Эм, дерево упало. Бункер. О, может быть, кот узнаем. Стоп, это... Это Питер? Думал, я не замечу Питер. Смелый шаг, парень. Элис, Баззи. Питер не убежал. Его похитили. Я нашёл плёнку. На ней мужчина, который это сделал. Что? Откуда... Какая плёнка? В лесу? Элис, ты не шучишь? Не шучу. Плёнка из тех, которые заставляют вещи появляться. Нет времени. Леннинг, надо найти ребёнка. Он в большой опасности. Элис, даже если... Даже если это правда, я не могу отпустить тебя одного. У нас нет выбора. Слушайте, я не буду делать глупостей. Я просто найду его и дождусь вас. Конец связи. Нет, Элис, подожди. Чёрт тебя побери. Не стоило уточнять то, что плёнка меняет время. Видео снято в окопах, которые мы проходили. Идём, булли. Посмотрим, что там. Нам снова намекают, что нужно туда прийти и... Попробовать плёнка изменить реальность. Блин, вот тут опять начинаются лабиринты. Но обратно-то мы вернёмся. Надеюсь, дальше всё равно по следу пойдём какому-нибудь. Так, вот я здесь. Вот так вот примерно встаём, да? Так. Камера. Смотреть плёнки. След из хлебных крошек. Вот, появился камень. Так, давай. Останавливаем. Выключаем. Видео сняли где-то здесь. Есть. Показать буллету. Ко мне, малыш. Вперёд, мальчик. Питер в опасности, и только мы можем ему помочь. Хороший мальчик. Веди меня. Давай на фонарь. А кот нам так и не сказали. К сожалению. Ага, нам тут в другую сторону нужно. Буллет аппорт. В смысле, аппорт. Аппорт, говорят собаки, когда ей что-нибудь кидает. Вот чё опять с тобой происходит, бешеная псина. Давай, давай. Ты уверен, что нам сюда, малыш? Ам, мы снова вышли к машине. Буллет, мы что, ходим по кругу? Там чё-то скрипнуло. Так, теперь он сюда пошёл. Давай. Ё-моё. И как же я тебя должен найти тут? Буллет. Ну и чё происходит? Ты где, дружище? Ай. Ну же, мальчик, не заставляй меня за тобой бегать. Буллет, ты где? Опять сейчас флэшбэк какие-нибудь фьетнамские начнутся. Ну всё. А, у нас паника. Точно. Из-за того, что Буллет нет рядом. Вот, всё, мы нашли его. Чёрт, что за хрень? Действительно. Какой-то здоровый монстр стоял возле того дерева. Собака в разные стороны гавкает. Да ё-моё. Я никого не вижу. Что это было? Следите за поведением Буллета. Если он рычит, то во тьме скрывается опасность. В бою не отходите от него далеко. Он поможет обнаружить противников. Но в одиночку он уязвим. Угу. Хорошо. Если чё, типа его спасать придётся все дела. Да куда ж ты опять побежал? Подожди, я тут чё-то видел. Нет? А, это дерево. Так, что это? Фотка? Нет, кассета ещё одна. Только она синяя. Тут не придётся менять реальность. Опасность. Они думают, я не знаю. Но я вижу их, я вижу их. Стоит мне их разбудить, как они следуют за мной по пятам. Таращатся на меня. Но свет... Свет их отгоняет. Со светом я в безопасности. Нужно держаться на свету. Это нам подсказка, что нужно светить в этих монстров. Давай, пошли дальше. Опять лагерь. Ё-моё. Так. Ага, вон он. А я на него свечу. Так, тихо. Где он? Буллип? Буллип, покажи мне его. Чёрт. Угу. Я не понимаю, когда он в другую сторону уходит, где он. Ладно, всё, вроде, вроде отвязался. Но чуть было не было. Чуть было не проиграли. Потому что там уже красные края вот эти вот начались. Так, что это? Чё ты там опять нашёл? Да подожди ты, я хоть посмотрю. А, это вагончик и железная дорога. Куда убежал? Что это, малыш? Фига ты носишься, я так не умею. Ам. И где он? Опять убежал. Блин, глупая собака, вообще ужас. Где он? Вон там где-то. Оно, скорее всего, просто забаганное какая-то. Что ты нашёл? Мг, фотография. Ещё. Интересно, кто все эти люди? Ну и куда ты делся? Как там тобой управлять? Ко мне. Ага, вон в той стороне он. Так. Ну всё, пошли. Показывай. Так, опять эти развалины. То есть мы всё-таки ходим кругами, и снова эта ржавая тачка. Пёс, подожди меня. Он раньше хотя бы возле меня примерно бежал, или дожидался как-то. Туда он убежал. Так, давай. Так мы ж только что отсюда, ну вот, опять сейчас потеряется, да? Ай, давай бежим вперёд просто. Подожди, меня сейчас телепортировало куда-то. Угу, да. Я бегу вперёд, а потом... Меня куда-то выкидывает. Вот опять. Чё за дичь? Угу. Он опять далеко. Держись ты, блин, со мной рядом. Чё за дела? Давай. Как ему объяснить то, что я не умею так бегать? Иди. Видимо, здесь он... Чё-то чует, да? То слишком быстро бегает. Теперь слишком медленно. Ну и что такое? Мне вообще надо за ним следовать? Ну-ка, давай в другую сторону пойдём. Да. Видимо, надо. Так. Так мы ж только что здесь были. Странно это всё. Мне кажется, пёс залагал. Давай-давай. Давай-давай. Ну и чё с тобой происходит? Искать. Короче, он потерял след. А можем ли мы... Ещё раз дать ему вещь? Подожди. Так, рюкзак. Да, рюкзак, говорю. Собачий корм. Улика. След из хлебных крошек. Плакат. Фоторисунка. Фотопитра. Резная фигурка. Пластиковая бутылка. Пустая пачка из-под сигарет. Нет. Нету того меча. Давай, снова пошли к дереву. Так. Всё. Тут ничего больше не могу сделать. Может быть, мне уже стоит попробовать взломать? Но мне ж никто код так и не говорил. Давай, ищи. Так. Искать. Блин, мне кажется, мы должны были куда-то прийти. Но из-за пса не получилось. Изначально пёс вёл нас сюда. Это дерево выглядит знакомо. О, даже персонаж сказал. Да. У нас была плёнка там, где упало дерево. Может быть, мы сможем изменить типа реальность? Так, подожди. Так, подожди. Нет. Это опасность. Это не то. А как переключить плёнку? Как на другую? Так, вот улика. Нет, это не то. Вот. Вроде где след из хлебных крошек. О, смотри. Прям дерево поднимается. Офигеть. Ладно, давай как-нибудь... Наверное, вот так вот тогда оставим, да? Дерево стоит. Подожди, мне просто интересно. А если я сделаю как-нибудь, например, вот так? А ну и так будет. Ну ладно. Нам, в принципе, не особо важно, в каком положении оно будет. Всё, пёс, пошли. И тут... Тут разрушенный мост. Вот чёрт. Может, можно... Вот зараза. Не, мы тут не пройдём. Элис, ты меня слышишь? Приём. База Элису, база Элису, приём. Говорите. Белое дерево, о котором ты рассказывал, я его нашёл. Оно и правда тут. А с чего бы ему там не быть? Ладно, я рядом, так что дождитесь меня, хорошо? Хорошо, только не задерживайся. Чё-то им тоже страшно, да? Выбора у нас особо нет. Идём назад, буллет. Они как-то очень странно начали разговаривать. Раньше такие с шуточками там. Такие весёлые. Так, так, так. Как нам тут пройти-то? Угу. Вот здесь вот. И мы как раз вроде как должны выйти на это дерево. Ну, навряд ли мы сейчас там встретим этого шерифа. Вот дерево, да. Так. Может быть, только труп его найдём. Элис Баззи. Лейнинг, а вы где? Стою под деревом. Но я тоже. Что? Мы говорим об одном и том же дереве. Белое, без листьев, убитое чёрным плющом. Да, оно. Ничего не понимаю. Бред какой-то, Элис. Будь ты не ладен. Нельзя было допускать тебя до поисков. Очень странный плющ. Ты хотел взять реванш, я понимаю. И я хотел помочь, но для тебя это слишком. Ты плохо соображаешь. Не надо говорить со мной, как с психом. А что ты хочешь от меня услышать, Элис? Что у нас всё тип-топ? Я пытался себя в этом убедить. Да, что-то не сработало. Да пошёл ты, Эммит. Мне не нужна твоя помощь. Я нужен тебе. Я единственный в этом проклятом лесу, у кого есть хоть малейший шанс найти ребёнка. Эммит. Эммит. Ты там? Эммит. Эммит. Чёрт побери. Что такое, мальчик? Опять... Опять дичь какая-то происходит. Угу. Так, куда пёс смотрит? Теперь куда-то сюда. Так, опять сюда. Блин. Я видел, как она промелькнула. Угу. Не, ну это, конечно, удобно, что пёс мне подсказывает. Ну, за самим псом тоже нужно следить. Сообщение нам пришло, так тут же связи нет. Давай посмотрим. Так, нет сигнала. Сообщение, здесь же нет связи. И... Я сейчас кое-что сделаю. Тема. Кота поставлю. Мы меняли его в прошлый раз. Так, здоровье. Двигаться всегда лучше, чем стоять на месте. Начинаю привыкать, что происходящим нет смысла. У тех, кто не двигается, на 99% выше шанс умереть. Пора пошевеливаться. Здоровье 101. Чего? Чего? Так, нам куда-то сюда. Ну-ка, пёс, давай искать. Не, видимо, ничего не найдет. Если он что-нибудь почуял, то сразу начинает бежать. Мы вроде сюда не могли изначально пройти, нет? Блин, что же делать дальше? Это плохо, то, что мы сейчас не понимаем этого. Так, здесь я не залезу, нет. Никаких больше пленок. Ладно, давай. Снова ищи. Не, понятно. Решил просто пробежаться и смотри, тачка уже... Не такая старая. Погоди-ка, это не... Это машина Ленинга? Ленинга. Но откуда? Секунду назад она была разваленной. Какая-то надпись. Эммет, отвечай, я знаю, что ты там. Я нашел твою машину. Ну уже, Эммет, поговори со мной. Чё тогда делать будем? Вон там чё-то лежит. Свет. Прочесть. Скажи свет. Ну, мы сказали. Давай с этой стороны посмотрим. Дверь открыть могу? Нет? Да чё же за дела? Ну вон же там что-то лежит. Скажи свет. Хм. Песняж тоже не вдупляет, чё делать. А, вот дверь можно открыть. Ну, конечно, закрыто. Можно попробовать сказать в рацию. Давай. Эммет, я знаю, что ты там. Ответь, пожалуйста. Так скажи свет. Эммет, я знаю, что ты там. Пожалуйста, отвечай мне. Чё? Давай попробуем сменить канал. Меня кто-нибудь слышит? Так, это второй. Записка там было что-то о третьем канале. Ну, так я и пытаюсь его выбрать. Свет. Включи свет. Что? Фары, включи их. Зачем? Кто это? Приём. А почему бы и нет? Так, как мне их включить? Я же открыть не могу ничего. Так, собакен, чё нашёл? Эй, где ты их нашёл? Ладно, без разницы. Молодец, дружащий. Теперь мы можем открыть. Жди здесь. Так. Прочесть. Панель предохранителей находится под рулём. Чтобы обнаружить потенциальную проблему, проверьте следующее. Катушки зажигания, датчик вращения руля. Подожди, нам это пригодится. Прочесть. Ещё один пропавший. Офицер Уилсон принял заявление об исчезновении Тодда Макинона от Адама Брауна. Согласно его показаниям, Макинон отпоставлял ему древесину, но внезапно прекратил поставки две недели назад. Брауну не удалось связаться с Макинон. Первичные поиски не дали результатов. Дома Макинона не обнаружили. У Макинона не было зарегистрированных проявлений психических заболеваний. Версия в разработке – самовольное исчезновение. Соседи Макинона сообщают, что он часто посещал заброшенную лесопилку, деревообрабатывающей компанией Теппи Ист Крик в лесу Блэк Хиллс. Сара Уилсон – дознаватель. Убираем это. Давай попробуем. Ключом. Так. И теперь фары. На аккумулятор сел. Надо заглянуть под капот. Пошли заглядывать. Какие-то стрёмные звуки, блин, вокруг. Так, чё там? Клема слетела? Давай обратно её поставим. Только такое ощущение, что она не слетела, а... Угу. Предохранители. Понятно. Стой! Эх... Так. Что мы теперь можем сделать? Вот. Так, предохранитель сгорел. Теперь понятно. Катушки зажигания, датчик управления электроникой, электронные дверные замки. Передние фары – это седьмое. Давай тогда... Чё за фигня? Как этим управлять? А-а-а. На передние пары нужно... Двадцать. Давай тогда девятую выберем. Девятая – это что? Передние фары тоже. А шестое... Это прикуриватель. Прикуриватель нам точно не нужен. Так. Передние фары... Неплохо. А чё, день настал? Ну как? Давай выходим. Булли, дружище, я уже совсем спятил, да? Да, я тоже так думаю. Так, всё, и пёс куда-то погнал. Ладно, что будет дальше, узнаем уже в следующей серии. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»